Всем здрасте! Я Комаров Виталий, родился и вырос и живу в нашем Башмаково, Пенинской области. Вот это вот наш вокзальчик, такой симпатичненький, красивенький. Цель этого видео поделиться с вами своим мнением о программе Комфортная среда. Что можно сказать о комфортной среде? Вот, например, возле почты бывшее училище номер 37 сделали вот такую вот парковочку, хороший тротуарчик. Вроде бы все хорошо. Ну вот, где булыжник, это аллея влюбленных, где у нас молодожены, так сказать, тусуются. Сейчас мы видим тропиночку, тротуар к нашему ДК. Вот такие вот скамеечки, деревица. Так вот все аккуратненько, все симпатичненько. Вроде бы ругать-то нечего. Но пока похвалим, есть за что и поругать. Вот, скамеечки все, так сказать, вмурованные, никто их не свистнет. Вот беседочка на аллее влюбленных. Молодожены там собираются. Да и так молодежь иногда сидит, отдыхает. Вот какие у нас качельки. Конечно, решение оригинальное. Мне, например, понравилось. В дни каких-то праздников могут дети посидеть, отдохнуть. Ну и не только дети, я думаю. Такие качели и взрослых выдержат. Вот так вот выглядят аллеи героев. С другого ракурса, можно сказать. Даже плакатик висит. Скамеечки с завитушечками. Беседочка, чтобы можно было спрятаться от солнышка и посидеть, так сказать, побалдеть. Вот такие вот тренажерчики поставили, чтобы дети у нас их не поломали, сделали их довольно-таки такими простенькими. Ну, все-таки довольно-таки хорошо. вот почетные граждане Башмаковского района. Вот они у нас уже висят так давно. так вот это все выглядит. Многих мы тут знаем, узнаем. Как говорится, помним. Вот что делается в этом году. Вот такой вот пока что асфальтик лежит. Все это будет благоустраиваться. Будет делаться тротуар. Вот магазин стройматериалов. Вот где-то здесь будет какой-то тротуарчик. Как он будет, пока я еще не знаю. Но работяги сказали, что в течение месяца все сделают. Может быть, сейчас вот вы смотрите видео, может быть, уже все сделали. Вот такие вот материалы завезли. Вот мы сейчас их наблюдаем. Все упаковано. Это брусчатка. Вот такой вот асфальт он сейчас. Вот. Это программа комфортной среды. Вот мне интересно, вот с улицы, где асфальта нет, грязь, повалта, придут в резиновых сапогах. В такую комфортную среду. Какое у них будет мнение интересно. Ну, мужички работают. Как говорят, стараются. У меня к ним нареканий нет. Он тот мужичок, он меня заметил. Подумал, что начальника пришла. Чего-то снимает. Вот. Подошел со мной. Поздоровался. Вкратце рассказал. Что как. Все это асфальтом будет закрываться. Все будет чики-чики. Столбы пока убрали. Провода убрали под землю. Так что, кто говорит, провода будут над деревьями. Нет, этого всего не будет. Техника катается вот такая вот. Все они счищают. Все хорошо. Нареканий нет. Делают они по цене от 300 рублей квадратный метр. Можете примерно прикинуть, сколько это все обошлось. Вот то, что сделали в прошлом году. Ничего не вздулось, не надулось. Ничего пока не отваливается. Если что-то будет отваливаться, я это первое засниму. Вот такая вот. Это уже аллея героев. То же самое скамеечки. Скамеечки удобные. Сидеть можно. Отдыхать можно. Вон наша зенитка стоит. Мемориал с именами. Вот так вот плиточка выглядит. Нигде ничего не поднялось, не вздуло. Вроде бы пока не болтается ничего. Не гремит. Все хорошо. Вот так вот все выглядит. Ну вот скоро мы начнем ругать всю эту. Комфортную среду. Вот, пожалуйста. Это вот место недалеко от железнодорожного вокзала. Это вот, так сказать, где асфальта нет. Это вот комфортная среда. Среда уже здесь как-то по-другому звучит. Это наш сортир на ЖД вокзале. Вот так вот слез с поезда. Припекло тебя. Забежал и обосрался. Все разваливается. Все в грязи. Все везде просвечивает. Вот такое вот. Сейчас я иду у женский сортир. Лишь только там кого-нибудь не было. А то снимая одним кадром, будет как-то, мягко говоря, неловко подловить там кого-нибудь сидящим. Вот такой вот сортир. Вот он, женский-женский. Вот он какой. Вот, все уже валится. Перекосилось. Дуски вырваны. Наверное, кто-то что-то уронил. Вот, наверное, доставали. Вот такой вот сральник, можно сказать. И в том, и в другом смысле. Если вы ночью приедете к нам и срать захочется, вот здесь вот вы ноги себе переломаете. Если, конечно, сортир не завалит вас. Вот такой вот сральничек. Такой вот бородочек. Он уже давно существует. Вот такая вот территория. Этот сортир поставили, когда еще был маленький. Я туда забегал, просирался. Сейчас вот он весь уже, прям видно, что он складывается потихонечку в яму. Вот вам пример комфортной среды. Вот он расположен возле ЖД вокзала. Вот такой вот. Тут все так хорошо. Это самый популярный сральник у нас. Он находится сзади почты. Мы все туда во время праздников бегаем. Я, конечно, понимаю, почта не должна отвечать за все это. Она не должна обеспечивать всем жителям Башмакова сортир. У меня к ним претензий нет. И они стараются как могут. Вот, наверное, для сортира выкопали. А это вот то, что есть. Замечу, что здесь уже прибрались. Так сказать. Вот такой вот сральник. Это на все Башмаково во время праздников. Вот яма, которая внизу. Вот такой вот хавоз. Вот здесь вот сжгли музор. Чтобы, как говорится, не спалиться. Вот такая вот у нас беда. Вот у нас тропиночка, которая идет от Мохова. Улица Мохова через плотину школьного пруда. Вот ее потихонечку все уже размывает. От нее ничего не остается. И это вот территория ДК. Сзади. Тоже все дороги разваливаются. Потихонечку яма появляется. Все это скоро исчезнет. Вот вам, пожалуйста, еще. Это уже улица Калинина. Две двухэтажки стоят. Вот вам пример комфортной среды. Здесь никогда не было асфальта. Никогда здесь администрация ни о чем не заботилась. Вот кто-то из жителей не выдержал. Привезли вот хоть что-то, чтобы, как говорится, грязь эту всю засыпать. Чтобы можно было по ней проехать. Вот даже сделали своеобразную тропиночку, что ли. Из столи, рубимасы. Вот такая вот штука. Ну, как я понимаю, это вот кто-то живет вот в этом доме. Он и сделал все это. Позаботился. Вот такая вот комфортная среда во дворе. Никто об этом не заботится. У людей денег нет. Ну, вы держитесь, как мы знаем. Вот они держатся. Вот у нас улица Мох. Улица 8 марта. Извиняюсь. Не Мох, а улица 8 марта. И это не та хорошая 8 марта, где асфальт положен. Ровненький, хорошенький. Это другая страна 8 марта. Вот такие вот колдобины. Асфальт весь раздолбленный. Яма на яме. Вечером, если идти, то не особо, как говорится, комфортно. В нашей комфортной среде. Лужи. Бесконечные лужи после дождя. Весной здесь вообще кошмар. Вот такая вот комфортная, комфортная среда. Сколько жителей не жаловались уже. Мол, дайте дороги. Отремонтируйте нам. Приходят к вам и говорят. В этом году всем все сделаем. Все будет зашибись. Люди успокаиваются. И это все до следующего года. Жители уже этих улиц, таких, уже устали. И они просто-напросто уже сами делают, что могут. Вот сейчас улица новая. Да-да, есть такая улица новая. Со старым-старым асфальтом. Вот тоже. Одни ямы. Ямы. Кочки. Здесь машины не ездят. Здесь они у нас прыгают. Из ямы в яму. Прыгают, прыгают, прыгают. Меня остановил один мужичок и говорит. И что ты думаешь, поможет? Честно скажу, ни хрена здесь ничего не поможет. Я не знаю, что здесь нужно сделать, чтобы что-то помогло. Это, наверное, надо всех запугать. Не знаю, чем их запугать. Вот такие вот ямы есть. Эти ямы засыпают чем ни попадя. Хоть что-то, как-то, что-то сглазить. Высыпают мусор, засыпают кирпичами. Вот делают бордюры, ограждения какие-то, чтобы машины хотя бы по заборам, как говорится, не ездили. В дождь здесь пройти практически невозможно. Все это заполняется. Получается огромный бассейн. И люди в буквальном смысле тонут. Комфортная среда. Прошел, искупался. И в сапогах в центр. В центральную часть нашего башмаковок. Тех. Еще больше комфортной среды. Которая нас радует. Люди засыпают здесь кирпичами, шифером, мусором. На некоторых улицах мне жильцы рассказывали, что заделывают ями кирпичами. На следующий день приезжает администрация. Все это дело фотографирует. И куда-то там начет отправляют. На наших улицах вроде такого не было. Не заявлялись, не фотографировали, ничего. Ничего здесь. Здесь пару кирпичей-то не поможет. Вот это вот все надо грейдером ровнять. И вложить новое покрытие. Качественное. Я специально снимаю всю улицу. Чтобы не сказали, что я выбрал самый плохой участок. И вот вам показываю. Нет, я прохожу по всей улице. Эта улица новая. Вот такая вот она у нас. Новая, новая. Прямо аж обалдеть какая новая. Одни ямы. Ямы. Больше одного шага здесь без ям. Нет. Здесь все в ямах. Шифер, который закидывают в ямы, он и стирается, перетирается, вылетает. Его в ямах не остается. Вот здесь ботву какую-то кидали. Но все это тщетно. Даже видно, что грязь уже. Не асфальт, а грязь уже. Даже щебенки не осталось. Та, которая была под асфальтом. Вот эти ямы, они довольно-таки глубокие. Здесь сантиметров 30, наверное, глубина. И все это заполняется водой. В воде. Здесь деваться некуда. Вот это тоже самое. Улица еще. Все новое. Вот видите, ботва, мусор в ямах. Ямы. Какие-то шары где-то как-то нашли. Чтобы машины не проезжали, не разрушали обочину. Вот видно, кочки, 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 ямы, ямы, кочки. Вся улица состоит из одних ям и кочек. Больше здесь нет ничего. Здесь асфальт. Я не знаю, его вообще не осталось здесь. Его ложили здесь. Это лет 30-35 назад. Ни разу не ремонтировали, ничего. Вот остается практически одна грязь. Вот так вот исчезает потихоньку цивилизация. Никто об этом не заботится, кроме самих жителей. А жители что могут? Чем-то как-то засыпать. Вот у нас улица Гоголя. На этой улице я живу сам. Вот видите, жильцы тоже самые. Кирпичики, шифер. Кирпичи держатся дольше всего. Шифер, он весь размазывается, куда-то раскидывается. Его в ямах как будто и не было. Вот так вот выглядят кирпичи. Это они уже раскатанные. Ну и в скором времени они, наверное, тоже пропадут у нас. Будет такая же яма, как и раньше. Как один из наших депутатов сказал, ям уже это не страшно. Их же можно потихонечку и объехать. И этот кто-то, депутат Шошин у нас. Это его слова. Вот то же самое. Улицу я прохожу целиком. Я ничего и говорю. Улица у нас не самая плохая, кстати говоря. У нас есть улицы похуже. Вообще, которые отродясь, асфальта не видели. И никто этим не занимается. У нас комфортная среда в центральной части Башмаково. Улица Московская. Вот там, да. Там комфортная среда. Там, да. Вот из такого болота вылез и пошел себе так в комфортную среду отдыхать от всего говна, который у нас вот есть. Приходишь туда среда такая комфортная, чувствуешь себя хорошо. Вот вы мне скажите, что вот морду прикрывать, если жопа в говне. Это вот в буквальном смысле говно. Вот нет ни сортиров. Такие бабки валены. Элементарно можно было сортир поставить нормальный. Что это, дорого, что ли, по сравнению с этой дорогой? А у нас и не только в дорогах хрень полная. И не только в сортирах. У нас в Башмаково скорая может уехать в какой-то другой район, потому что там не может скорой куда-то поехать, потому что она поломана. Когда нашим плохо вызывает скорую, к нам может с Каменки скорой и поехать. Водители, ну, раз даже не знают, где дом находится. Спрашивают у жильцов. Ну, у нас очень скорая такая скорая. Вот так вот. А сколько людей у нас дорога умирает? По дороге в Каменку. Дорога Каменка. Она прославилась у нас уже как дорога смерти. Если повезли на Каменку, всё, можешь, как говорится, не доехать. Её так и называют. Дорога смерти. Однажды где-то было собрание, и кто-то пожаловался. Мол, вот у нас дорога смерти. Что вы делаете? Людей не довозят. Тот обратился к своему секретарю и сказал. Запиши, отремонтируйте дорогу смерти. Вот такой вот случай у нас был. Сейчас вот всё это Гоголя. Гоголя. Это только одна улица. Вот вы посмотрели на улицу новую. И смотрите сейчас на улицу Гоголя. Всего лишь два косяка таких вот нашей администрации. Эта улица Гоголя подпадает под капитальный ремонт. То есть здесь должны поменять водопровод и положить асфальтовое покрытие. В каком году это будет, в каком это столетии начнётся, никто этого не знает. Если обратиться к депутатам, сто процентов скажут. Ваша улица в первую очередь. В этом году она будет отремонтирована. Люди замолкают и всё, про них забывают. Вот навешали лапшу на уши и всё. Лишь бы только люди заткнулись. Чё вот люди базарят всякую ерунду? Чё пристали со своими улицами? И всё. Вот тебе сказали, что отремонтируй. Всё, будь спокойно. А следующий год всё по-новому. Люди уже устали. Со всем этим. Обращаться куда-то. Власть уже. Вот власть нельзя ругать. А чё её ругать-то? Власти-то её нету. У нас вот сидят, как я понимаю, мажоры какие-то. Жрут, пьют. И хорошо себя чувствуют. А вот элементарно дороги отремонтировать. На это денег нет. А вот комфортные среда. Это вот в первую очередь. Как же это бескомфортные среды-то? Вдруг телевидение приедет, что-то заснимет. Покажет, какой Башмаков у нас красивый. Как у нас всё хорошо. Как у нас всё изумительно. А то, что лужи в некоторых местах по колено. Это никого не волнует. Люди-бараны. Им скажут, что будет всё. И они верят. И всё. Сейчас я вот подхожу к углу 8 марта и улица Гоголя. На этом я с вами прощаюсь. Оставляйте свои комментарии. Делитесь этим видео. Без ваших комментариев. Ну, прям совсем никак. Они меня хоть маленечко стимулируют, чтобы побольше такого говна показывать. Комфортные следы. Чтобы люди знали, что значит комфортная среда. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.